Добрый день, гости и подписчики моего канала. Сегодня в видеоролике я хочу провести тест и показать его вам. Возможно ли с помощью самого дешёвого и самого дорогого мультиметров проверить мощность любого электрического прибора, работающего от сети 220 вольт. Вы скажете, зачем заморачиваться и делать проверки с помощью мультиметров. Если в продаже есть умные розетки, которые показывают и ток потребления, и мощность прибора. Но я снимаю данный ролик для тех, у кого данных розеток нету, или которые не хотят их покупать, но у них есть мультиметры. Ну что, будет интересно. Поехали! Ну а перед тем, как я продолжу, поставьте лайк, друзья, подпишитесь на канал и включите оповещание о новых видео. Вам это не трудно, а меня это мотивирует на создание новых видео. Вот самый дешёвый мультиметр. Название ДТ-832. Диджитал мультиметр. Сразу могу расстроить, что ли, ребят, у которых есть данный мультиметр. С помощью данного мультиметра проверить ток потребления и узнать мощность приборов, работающих от сети переменного тока напряжением 220 вольт нельзя. Сейчас покажу, почему. Вот он измеряет, только если видно, вот здесь максимальный ток измерить можно, это 10 ампер, и только DC это постоянный ток. То есть, проверить электрические приборы, работающие от сети 220 вольт, с помощью данного прибора, к сожалению, нельзя. Это, снимаю так на заметку, чтобы вы были в курсе. Это уже профессиональный прибор, профессиональный мультиметр. UT204 это модель. А вот сама фирма. С помощью данного прибора уже можно проверить, как постоянный ток, так и переменный. Как видно, тут настройки есть 40 ампер. То есть, в таком положении ставится регулятор на 40 ампер. Это если вы знаете, что прибор электрический, например, потребляет не больше 40 ампер, и проводите измерения, и 400 ампер. То есть, данный прибор позволяет даже проверить ток потребления постоянной и переменной, может, до 400 ампер. То есть, это очень круто. И что ещё круче, что у данного прибора есть вот такие вот токовые клещи, с помощью которого можно узнать ток потребления. Для чего нам нужен ток потребления? Для того, чтобы с помощью него можно было узнать мощность прибора. Но это ещё не всё, друзья. Также понадобится для измерения. Мне давно сделал такое самодельное, скажем так, приспособление. Ничего хитрого нету. Получается вилка на одном конце, на другом конце. Это розетка, такая, из чего было, собрал. Я же повторюсь, давно она у меня уже. Получается провод 3 на 1,5. И, получается, снял я изоляцию посередине. У меня, получается, 3 провода. Два провода задействованы, это синий и коричневый. А вот жёлто-зелёный, это заземление, они задействованы. Для чего я сделал вот это приспособление, дальше вы увидите. То есть, я, например, хочу узнать, какая мощность чайника при работе и сколько он потребляет ампер. Что мне для этого нужно? Ну, понятное дело, сам электрический чайник. Включаю я его, вот это самодельное приспособление, то есть, в розетку. И сама вот эта розетка у меня, как видно, подключается уже в розетку, где есть напряжение 220 вольт. Чайник сейчас пока выключен. Сейчас покажу, какие я делаю манипуляции. То есть, для этого мне понадобится вот этот профессиональный мультиметр с токовыми клещами. Получается, переключатель ставлю в режим 40 ампер. Потому что я точно знаю, что чайник потребляет не больше 40 ампер. Вот в такой режим поставил 40 ампер. Как видно, DC, это у меня измерения будут постоянного тока. Мне нужно узнать, делать измерения для переменного тока, AC. То есть, нужно поменять режим с помощью кнопочки Select. Вот нажимаю Select. И как видно, внизу появился режим AC. Это буду делать измерения переменного тока. Токовые клещи ставлю на любой из двух проводов. Это либо синий, либо коричневый. Каким образом? Вот так вот открываю токовые клещи. И закрываю. То есть, как бы провод попал внутрь токовых клещей. Включаю чайник. Пока значение по нолям. Сброс нажимаю. По нолям. То есть, тока потребления нет. Включаю прибор. Смотрим. Как видно, лампочка загорелась на чайнике. То есть, чайник начал работать. Пошел звук шипения. И вот увеличу вам циферблат прибора. Как видно, 8,64. Ну, округлив. 8,6 А идет потребление чайником. Как слышите, чайник работает. То есть, вот таким вот образом, с помощью данного прибора, я узнал ток потребления. Как узнать мощность, я вам дальше в видео покажу. Друзья, сейчас я формулу вам покажу. По которой можно узнать мощность любого электрического прибора, работающего от сети 220 вольт. Мощность равна произведению напряжения на силу тока. Так как напряжение нам известно, это 220 вольт, нужно умножить на силу тока, которую нам показал прибор. Умножаю на 8,6 А и получаем мощность. При вас делаю обсчеты. Обсчеты. 8,6 умножаю на 220. И получается, 1892 ватта потребляет мой чайник. 1892 ватта. Я хочу узнать, сколько это киловатт. Поэтому делю на тысячу. И получается 1,892 киловатта. Вот так вот, друзья, очень легко я узнал мощность чайника при работе. То есть, с помощью таких вот манипуляций можно проделать опыты с любыми электрическими приборами. То есть, можно любой электрический прибор узнать, сколько он потребляет. И ампер, сколько он потребляет. И с помощью данной формулы можно узнать, какая мощность любого электрического прибора. Ну, на примере чайника я вам показал. Друзья, кому понравилось данное видео, ставим лайки. Подписываемся на канал. Оставляем комментарии. Делимся данным видео с другими. Всех благ вам. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok